Оплачивать коммунальные услуги уже просто не по карману. Жители дома по улице Краснодарская в Энгельсе шокированы платежками, которые с недавних пор приносит им управляющая компания. К примеру, начисления за стандартную двухкомнатную квартиру могут доходить до 10 тысяч рублей в месяц. Небывалые цифры собственными глазами увидела Елена Губенкова. В ее квартире вода буквально на вес золота. По крайней мере цифры в платежках говорят именно об этом. Валерия уже несколько месяцев в шоке от начислений за коммунальные услуги. Говорит, в управляющей компании решили устанавливать собственные нормативы. За общедомовые нужды, к примеру, на горячую воду, выходит до 2000 рублей в месяц на квартиру. С сентября 2014 года нам начисляют ОДН по горячей воде. Сейчас этот ОДН превышает норматив в 100 раз. Всего лишь. Может быть, если бы он был превышен в несколько раз, мы, может быть, еще терпели бы. Потому что ОДН по электроэнергии у нас, допустим, на двухкомнатную квартиру составляет около 400 рублей. В результате итоговая сумма в платежках может набегать до 10 тысяч рублей в месяц. А иногда и больше. Возмутившись, жители потребовали от управляющей компании объяснений. С трудом удалось добиться, чтобы их пустили в подвал. Посмотреть, как выглядят счетчики на отоплении и горячую воду. Результат не впечатлил. Там на этих счетчиках был слой пыли. Через него цифры не видны. Числа. То есть я уже видел, что из них никто ничего начально даже не снимал. Пломбы на них были, но они сорваны. Сорваны. То есть по ним нельзя работать, по этим счетчикам. Специалисты поясняют, такая ситуация могла сложиться из-за того, что управляющая компания не заключила договор с коммунальными организациями. Потому нормативы могут быть превышены в несколько десятков раз. Это, безусловно, нарушение. Это нарушение закона. Это неправомерно. И с 1 января у нас вступили в силу изменений в кодекс административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение стандартов управления многоквартирными домами. Стандарты управления утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Но пока управляющая компания не наказана, а завышенные счета продолжают приходить, жители ищут собственное решение. В ближайшее время люди планируют уйти от недобросовестного управления и создать ТСЖ. Почему мы должны бороться с управляющей компанией? Почему не она для нас? Мы платим им деньги.